Приветствую вас на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы где грань между непослушанием и проявлением независимости у подростка какая такая независимость у подростка если он живет родительском доме питается родительским хлебом одевается родителями без них никуда поэтому какая-то борьба за собственную независимость она всегда выглядит чем-то болезненным нездоровым чем-то являющимся следствием распущенности подростка и его уже прежде него самого возросшего эгоизма и свои нраве конечно же разумные родители считаются с молодой личностью умеют представлять из себя не церберов и рабовладельцев а старших друзей своего взрослеющего ребенка причем не тогда когда он уже подросток а даже тогда когда еще совсем дитя уже тогда можно помогать ребенку самому додуматься до каких-то нравственных решений разумной оценки поступков своих и ближних но это степень достоинства уважение к личности маленькой однако вовсе не призвано стать какой-то демократией какой-то вседозволенностью какой-то каким-то революционным анархизмом на который имеет право едва ставший на ноги вчерашний младенец пока его пеленали пока ему меняли подгузники пока кормили его и грудью и приобретенными кашами он был вынужден слушаться а тут вдруг оборзел оказавшись уже в модных драных джинсах и с дредами вместо симпатичного и пушистого волосяного покрова такого рода независимость конечно же вредит самому ее носителю послушание родителям является может быть главной добродетелью подросткового возраста она демонстрирует душу мудрую глубокую воспитанную дисциплинированную способны отказывать своим юношеским порывам связи с родительскими ограничениями далеко пойдет он благонадежен он как дерево еще с юности выросшие возле той досточки который было привязано а потому не вкрив не в кость пошло но ровно растет так что послушание родителям это не какой-то признак отсталости и безволия это напротив признак благоразумного внутреннего устроения опираясь на которые в будущем можно ждать и высокого роста и широкой кроны и добрых плодов потому послушание для отроков должно все-таки стать некоторым образцом как господь был послушлив отцу своему небесному даже до смерти смерти крестной и нам говорит научитесь от меня как роток есть мы смирен сердцем и обрящите покой душам вашим у кого же учиться как не у господа и когда господь указывает на детей как на образец предназначенных к царству небесному то прежде всего их способность склонность к послушанию к подчинению тем кто о них заботится и чистота сердечная которые очень часто как раз уживаются вместе ставится господом в пример для нас потому если мы молоды вот между послушанием и непослушанием в подростковом возрасте будем всегда выбирать первое как признак действительного величия благородства а уже становясь гораздо взрослее и сознавая что не всегда родительские ограничения благоразумны будем помнить что их ограничения препятствующие греховному развитию событий или наших жизненных обстоятельств несомненно надо учесть и им подчиниться а там где ограничение ограничение родителей касается дел благочестия нашего полезного и духовного возрастания там может быть пришло время и для нелишенной нежности и заботливости родителей но тем не менее все-таки собственной дороги которые может быть на первых этапах и сопряжена с некоторым проявлением своей воли то есть это послушание родителям не призвано лишить нас собственного рассуждения и благого выбора в отношении реализации главной цели своей жизни вечного спасения и там где уже стоит на кону этот вопрос то и как некая великомученица варвара отрекшиеся язычество и зловерия своего отца как великомученица екатерина также избравшая путь мученической вопреки воле родительской действительно велики пред господом и мы с вами на пути возрастания тоже не освобождены вот необходимости принимать свои решения иногда и в противление соблазняющих нам нас близких помни слова господне кто не отречется и отца и матери своей и самой души своей не может быть мой ученик ибо тот кто на земное полагает выше небесного тот непременно пренебрежет делом своего спасения а за это поголовки не погладят за это пользы души не предусматривается и оправдание мама меня не пускала в церковь божью папа был против моей религиозности такие оправдания не годятся поскольку когда мы уже входим в некоторую меру самостоятельности уже не послушание только родителям или в том безрассудном или в том неполезном для нас на что они могут иногда по своему по своей духовной неопытности простираться а наша напротив решимость сделать не по-своему а по воле божьей будет выше чем послушание воли родителей а а а